Начинать. Говорю всем еще раз привет. Спасибо большое, что присоединились. Сегодня у нас очередной вебинар «Теплиц социальных технологий», и наша тема сегодня — это рекомендации организации W3C, назовем ее так, пока я не рассказал, что это за организация, по публикации данных в сети. Эта тема достаточно такая сложная. То есть есть определенный документ с рекомендациями этой организации о том, как публиковать и использовать данные. Это и об открытых данных в том числе, даже большей частью. Это документ на английском языке, поэтому сегодняшний формат, он немножко необычный. Давайте попробую включить камеру. Если не будет тормозить, то оставлю. Если будет, выключу. Этот документ является на самом деле очень важным, и это такой, с одной стороны, экспериментальный формат вебинара, то есть он для того, чтобы вы могли немножко разобраться в теме, что это такое, чтобы потом самостоятельно продолжить изучать, потому что тема действительно сложная, как для, наверное, не специалистов, в том числе, как для меня, да, и для тех людей, кто занимается открытыми данными, например, этот документ будет в том числе очень полезен и удобен. Поэтому давайте начнем. Еще раз, если будут какие-то вопросы, пишите замечания, там, в чат будем отвечать. Итак, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, да. Сори, секундочку. Вот так. Если кто-то меня не знает, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором Теплицы социальных технологий и в том числе провожу вебинары, такие как этот. Есть два контакта, по которым вы можете со мной связаться, это почта и Facebook. Вы можете писать мне напрямую с какими-то вопросами по поводу вебинаров, мероприятий и другие вопросы, какие у вас есть. Также вы можете порекомендовать какую-то тему, по которой нам стоит провести вебинар. Если вы впервые смотрите наш вебинар, например, нашли его на YouTube, пару слов о том, кто мы такие. Мы являемся общественным образовательным проектом, который связывает две церевые аудитории. Это некоммерческий проект и какие-то инициативы, которые решают общественно важные проблемы и задачи. И с другой стороны, это IT-специалисты, которые могут владеть какими-то специфическими знаниями, делают классные приложения, сайты и так далее. И вот мы разными способами их сталкиваем друг с другом, чтобы в итоге получилось что-то полезное и стоящее. Это и мероприятие, как онлайн, так и оффлайн, так и мы много пишем разных обзоров на нашем сайте, много полезной информации там есть, так что рекомендую заходить и читать. В социальных сетях мы везде. И о чем же мы сегодня поговорим? И сейчас я буквально секунду посмотрю, что тут в Фейсбуке. Чтобы просто я видел, работает ли это или нет. Окей. Да, и поговорим вот сегодня о чем. Давайте изначально представим такую ситуацию, когда у нас есть некая организация. Просто представим ситуацию вообще, к чему все это. И такой кейс, например, рассмотрим. Есть некая организация, которая называется наземного транспорта. Если вы живете в крупных городах России, вы, наверное, знаете, что есть некая организация, которая это делает, с помощью которой вы, например, можете смотреть разную информацию о движении транспорта, когда он приходит, когда в прямом смысле слова в реальном времени вы можете понять, где находится транспорт и так далее. Таким образом, такая организация, например, она может собирать данные о движении транспорта, об установках, да, о потоке людей, о пробках и много чего другого. Вот эта вся информация, она собирается, да, и вопрос тогда, во-первых, она полезная, она может кем-то использоваться. И как сделать так, чтобы эту информацию могли использовать другие люди? И вопрос другой, а, собственно, что непосредственно организации делать с этой информацией? Где эти данные публиковать? И мы переходим к такому понятию, как открытые данные. Наверное, многие из вас это уже слышали. Напомню еще раз, что такое открытые данные. Значит, от английского open data это концепция, которая отражает идею, что определенные данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования. То есть это, например, XLS-таблица, то есть XLS-таблица, либо CSV-файл, либо еще какой-то другой формат. И также, чтобы можно было использовать эти данные без ограничений авторского права. Например, эти данные могут быть под лицензией Creative Commons. Если вы мало знаете о такой лицензии, вы можете, опять же, посмотреть один из наших вебинаров об этой лицензии, и вам станет более понятно. В том числе, такие данные не должны быть ограничены никакими механизмами контроля и патентами. И если набор данных неизвестно на открытой лицензии, которая дает права на свободное повторное использование, тут ключевое слово «повторное использование», то такой набор не считается открытым. Даже если он выложен в нужном формате, в таблицах и так далее. То есть важно иметь в виду, что открытые данные – это данные, которые публикуются в интернете, в машиночитаемом формате, они не под какой-то закрытой лицензией. Это очень важно. То есть чтобы каждый человек, каждый пользователь мог использовать эти данные для своего проекта. Здесь, на этом слайде, есть ссылка на материалы таблицы на нашем сайте по открытым данным. Мы достаточно много материалов публиковали, вы можете также перейти в раздел по этому тегу «Открытые данные» и почитать. И пара слов, например, где взять открытые данные. Просто по этой теме мы также проводили вебинары, но чтобы было понятно, например, есть такой портал «Открытые данные России». Туда публикуют данные государственные организации, например, о своей деятельности. И там вы можете найти много чего полезного. Например, вот есть разделы «Государство», «Экономика», «Образование», «Здоровье» и так далее. То есть, допустим, для примера можно привести следующий момент. Например, вы хотите посмотреть в вашем городе, где находятся поликлиники. Вот вы можете зайти, по сути, на этот портал. И, например, для Москвы вы можете найти информацию и таблицу, где есть соотношение геоположения каждой поликлиники, например, и его название и других данных. И потом вы можете эти данные использовать в своем проекте. Например, визуализировать эти данные на карте, получить интересную визуализацию какую-то, которая поможет быстрее найти нужную вам, например, поликлинику или сделать какой-нибудь чат-бот на основе этого. То есть вот для этого, собственно, и существуют данные, чтобы кто-то другой мог использовать. Для этого их надо как-то где-то публиковать. И давайте перейдем к следующему понятию. Есть как бы издатели данных, то есть это те, кто создает данные, например, как государственная организация, некоммерческая организация, в том числе, которые в своей деятельности, например, публикуют отчеты ежегодно, допустим, и в эти отчеты они вкладывают много-много полезных данных, информации, да, которую было бы здорово иметь в открытом доступе и потом использовать в своих проектах. Так вот, в широком смысле, если говорить о издателе данных, кто создает данные, они стремятся обмениваться данными либо открытой, либо сконтролируемым доступом. То есть они хотят, чтобы это все было понятно и прозрачно. А потребители данных, это могут быть и разработчики, другие пользователи, сторонние какие-то люди, они хотят легко находить эти данные, использовать их. То есть особенно, если они точные, то есть они действительно правильные, они регулярно обновляются, потому что, например, если говорить о поликлиниках, об адресах, да, как я говорил, то, конечно, со временем может какая-то поликлиника закрыться, и, соответственно, набор данных, эту таблицу нужно обновлять, и вот те издатели данных, которые публикуют свои данные, они должны следить за этим очень внимательно. И, по сути, возникает такая некая важная необходимость общего понимания между издателями данных и потребителями данных, то есть когда есть некое взаимодействие между теми, кто создает эти данные, и те, кто использует. И чтобы это было на таком хорошем уровне, не хватает некоторого момента. Давайте теперь еще пару слов я скажу о том, что не все данные, не всю информацию можно публиковать в открытом виде, соответственно, есть такая вещь, как, например, персональные данные, это, например, e-mail, информация о документах, о месте жительства и так далее, плюс там IP-адреса, если это компьютеры, это какие-то другие данные. То есть если вы там, например, знаете, можете привести какой-то еще пример в чат, что является, например, данными, которые не стоит публиковать. Приведу пример. Допустим, вы регистрировались, многие из вас или все, на этот вебинар, и было бы совершенно неправильным взять эту таблицу с регистрацией вас, да, потому что там указано, как минимум, ваше имя, фамилия и e-mail, да, и публиковать это в открытом доступе на сайте. Это нельзя. Это совершенно недопустимо. И вот такие моменты, они очень важны. Так, секундочку. Продолжаем. И важно понимать, что лучшая практика публикации данных в интернете это использовать единственные стандарты. Собственно, вот в чем краеугольный камень, да, то есть чтобы все было намного эффективнее, необходимо использовать стандарты. Поэтому мы сегодня будем говорить о неких стандартах, которые хотят предложить и хочет предложить некая организация. И, собственно, сегодня мы поговорим как раз об этом. Это Data on the Web Best Practices. Это такой онлайн документ, он действительно большой документ, где описаны рекомендации, равно лучшей практике того, как использовать и публиковать данные в интернете. В чат посмотрю, пишут, что нет звука. А все ли меня слышат? Звук окей, да, у кого-то окей, у кого-то не окей. Ну, возможно, можно перегрузить просто, наверное, браузер, либо попробовать что-то еще сделать. Вот. Сегодня будем поговорить об этом документе. На первый взгляд он действительно очень тяжелый для понимания. Он большой, он на английском языке. Но я думаю, что вы потратите сейчас со мной вместе там еще там полчаса, и для вас станет намного понятнее, что это такое вообще, зачем это нужно и как это использовать. Давайте поговорим немножко об организации, которая, собственно, эти рекомендации создала и написала. И сайт этой организации выглядит вот так. Это расшифровывается W3C, это The World Wide Web Consortium. То есть это такое сложное слово, которое именуется как консорциум. Переводится название как консорциум всемирной паутины. Сейчас я просто вкратце расскажу какие-то моменты, чтобы было понятно, что это за организация. Значит, она работает для того, и существует, чтобы в своей деятельности вводить некие технологические стандарты для интернета, которые затем внедряются в разные программы и оборудования. И таким образом достигается совместимость между программами и продуктами и теми, кто использует эти вот продукты, компаниями и так далее. И это позволяет делать интернет более совершенным. То есть основная деятельность этой организации – это вводить некие стандарты использования технологии, которые позволяют развивать интернет более правильным методом. Эта организация, консорциум, она публикует различного вида рекомендации. И рекомендации направлены совершенно на разные направления деятельности. Это могут быть и данные, это могут быть использования технологий и так далее. Нужно заметить, что есть несколько пунктов про рекомендации, которые важно отметить. Первое – это рекомендации открытые, то есть они не защищены патентами, могут внедряться любым человеком без всяких финансовых отчислений консорциумом. Это очень важно. Дальше – это то, что нет программы сертификации, и ее не планируется вводить. Поэтому рекомендации получают большее распространение, так как это намного доступнее для многих, и в том числе, например, для тех организаций стран, где, например, нет достаточного финансирования, чтобы получить, например, какой-то патент на использование. И так как отсутствие сертификации, то многие производители следуют рекомендации лишь частично, но это, тем не менее, позволяет выводить на новый уровень использования технологий. И нужно отметить, что, опять же, эти рекомендации, они вводятся не прямо сразу, да, они вводятся как бы постепенно и имеют несколько степеней внедрения. Просто пару слов на будущее, чтобы, там, быть осведомленным, как это происходит. Это есть некие пять стадий согласования, да, то есть это есть черновик спецификации, рабочий проект, последний созыв, возможная рекомендация и предлагаемая рекомендация. И только после этого официально становится рекомендация этой организации консорциума. То есть, по сути, одна из организаций, которая входит в консорцию, может предложить какую-то рекомендацию, пройти вот эти все стадии. Это очень сильно напоминает, например, какие-то законодательные собрания, которые принимают законы. То есть здесь, в принципе, это работает немного похожим образом. И дальше. Да, и нужно сказать пару слов вообще, как бы с чего консорциум состоит. Это совокупность нескольких организаций, три из них есть основные. Это MIT, Массачусетский технологический институт, это европейский консорциум по исследованию в области информатики и математики во Франции, это университет Кео в Японии. Помимо всего прочего, существует много других юридических частных лиц, которые заинтересованы в развитии интернета. Они как бы финансируют этот консорциум для того, чтобы она производила свою деятельность. Организация. И членами уже являются более 350 организаций, в том числе, насколько я знаю, это Высшая школа экономики в России. То есть это действительно такая большая организация, которая занимается очень важными делами. И вот, наверное, у вас возникает вопрос вообще, к чему все это и почему это так важно, и откуда я знаю, что это работает. Я скажу вам, что главным успехом этого консорциума является стандартизация языка гипертекстовой разметки HTML. И вот здесь на слайде написано кратко почему, собственно, да, это очень важно. А я в двух словах скажу. Все очень просто. То есть в начале 90-х и в середине 90-х годов, когда только зарождался интернет и развивался более такими большими темпами на своей заре, да, он как бы сложилась такая ситуация, когда разные как бы компании, которые производят программное обеспечение, делают, например, сайты и так далее, они пытались каждый по-своему делать эту разметку, да, и получалось так, что какие-то вот стандартные браузеры, которые в то время были, они могли не отображать один, например, сайт, да, который сделан на одной компании и не отображать продукт другой компании. То есть это совершенно привело бы к тому, что просто человек не мог бы смотреть, например, какие-то продукты с помощью там своего браузера. Это можно сравнить, например, с тем, что есть некие различия, например, ширине железнодорожных путей, когда вы там на одном и том же вагоне не можете менять там по любой стороне, да, вам надо будет изменять как бы, ну, то есть ширину колес. Вот. И здесь, собственно, цель вот консорции это все, что касается вот не только HTML, но HTML5 и вообще более таких серьезных разработок, связанных именно с разметками. Но, как мы видим, что до сих пор полного совпадения теков, атрибутов в HTML не существует, да, и тем не менее, как бы, организация стремится к этому. Но, тем не менее, мы все, благо, можем смотреть, использовать как бы браузеры, и мы понимаем друг друга, да, есть некий стандарт. Это вот как бы то, что является большим успехом организации. Теперь давайте перейдем непосредственно к рекомендациям или лучшим практикам, как они еще называются, про то, как публиковать и использовать данные в сети. Во-первых, хочу сказать, что так как этот документ, он онлайн и он на английском языке, нет ничего проще перевести его на русский язык, чем использовать, например, Google Переводчик. Это все работает очень просто. Вы берете ссылку, копируете ее в Google Переводчик, нажимаете, и потом у вас получается, вы переходите на переведенный вариант. То есть вот это выглядит так. Как вы видите, тут частично что-то переведено, частично что-то нет. И вы можете документ просматривать, когда мы сейчас перейдем в онлайн-версию, я вам покажу, как это работает. Важно отметить, что здесь вы должны как бы обратить свое внимание больше на последнюю опубликованную версию, да, потому что есть другие версии, вот, и последняя опубликованная – это 31 января 2017 года, то есть совершенно свежая. Это та версия, с которой как бы непосредственно можно работать. И еще два слова слайд для того, чтобы было понятно, что это такое. Значит, это сайт, простите, это документ, который содержит рекомендации, связанные с публикацией используемых данных в интернете. И целью этих рекомендаций такой посыл, чтобы эти данные могли быть легко обнаруживаемы и понятны для людей, и в том числе для машин, так как мы хотим, чтобы эти данные, например, были использованы в каких-то сторонних проектах, соответственно, они должны быть в машиночитаемом формате. И вот цель этих рекомендаций максимальная – это сблизить и способствовать взаимодействию между издателями данных и потребителями данных. То есть те люди, которые, и организации, которые занимаются производством данных, публикацией данных, в том числе, они не могут сделать это лучше, чем поняв, как эти данные будут использованы. Переходим дальше. И нужно сказать, что это действительно очень большой документ. Я, конечно же, его не буду пересказывать весь сегодня. Я просто покажу основные моменты и как это работает. Он содержит 12 основных разделов и 3 дополнительных блока. И всего предлагается 35 рекомендаций лучших практик. То есть 35 советов, как использовать, публиковать, использовать данные. Как делать данные открытыми данными. Когда я начал это как бы смотреть и готовить, мне казалось, что это действительно очень сложно. Но потом я как бы понял механизм, как это можно смотреть быстрее, как это работает. И вот я сейчас, в принципе, могу это показать. Слайды я сделал тут специально, чтобы они у вас потом на будущее остались, чтобы вам было намного проще потом как-то разобраться и начать действовать. Если вы знаете английский язык, вы можете непосредственно сами начать смотреть. То есть там есть основной раздел. И, по сути, где есть сначала просто список вот этих всех 35 лучших практик, по сути, такие советы, в которых написано, что необходимо делать, чтобы улучшить ваши данные при публикации. Каждый совет имеет пример. Я тоже это покажу. И у каждого... Вот здесь просто список на английском языке, а я дальше покажу. И у каждого совета, у каждой лучшей практики есть такие преимущества. Они выделены такими кружочками, и их всего 8. Здесь на этих слайдах я их перевел. Перевод это очень быстрый и легкий. Возможно, их можно перевести как-то по-другому. Просто нужно иметь в виду, что каждая из лучшей практики, он имеет некое преимущество. Их может быть одно преимущество, два или несколько сразу, или все. И, забегая вперед, скажу, что там можно в этом документе посмотреть, в зависимости от тех преимуществ, которые вы хотите добиться, какие практики можно использовать. То есть это обратная ситуация. Это тоже очень полезно будет делать, когда вы будете работать со своими данными. Тогда давайте вкратце я просто переведу, как это называется. Значит, их всего 8. Это reuse, то есть вновь использование или переиспользование, да? То есть когда повторно используются данные. То есть, например, совет, когда вы что-то делаете, эти данные будут лучше использоваться вторично, повторно. Comprehension — это когда люди смогут лучше понимать данные, их значения. Linkability — это когда можно будет создавать связи между ресурсами данных. Discoverability — это возможность проще найти сами наборы данных или информацию в наборе данных. Вопрос, почему я не перевел вот эти сами слова, потому что они там на английском языке, они отображаются как картинки, и вам просто будет намного проще как бы на английском языке смотреть, чтобы потом на ничего не смотреть, ну, соотношение как бы русского языка и английского. Следующие четыре — это trust, это доверие, это уверенность в том, что доверие потребителей к данным усилится. Access — это доступ, это люди и машины будут иметь доступ к современным данным в различных форматах. Interoperability — это станет легче достичь договоренности между задателями и потребителями данных. И процессability — это машина будет иметь возможность автоматически обрабатывать данные. Вот такие предлагаются восемь преимуществ для 35 рекомендаций, которые сделают публикацию использования данных в интернете наиболее эффективными. Значит, здесь я собрал три слайда. Здесь вот эти ссылки кликабельные. Я это сделал для тех, кто плохо знает английский язык и для кого будет тяжело это разобраться. Значит, каждая ссылка ведет на переведенную практику на русский язык с помощью Google. То есть вы можете нажать и поискать. Возможно, там разметка может быть немножко... Вы можете просто пролистать вверх-вниз. То есть такая как бы система там последовательная. Там блоки идут и... Опять же, я их перевел быстро. То есть это надо как-то адаптивно переводить. Перед сказать, что русского перевода нет. Если вы хотите поучаствовать в переводе, вы можете связаться с организацией, с консорциусом и как бы предложить свои услуги, да, и сделать это. Значит, давайте я просто прочитаю, если это... Хотя, наверное, можно и так... Вы можете прочитать это все вслух. В общем, тут достаточно много разделов. Тут получается три слайда, то есть всего 35 практик, каждый из которых делает ваши данные немножко лучше для того, когда вы их размещаете, либо используете. То есть вот эти вот 35 рекомендаций вы можете посмотреть, понять, как они действуют и применить на свои данные. Если вы, например, некоммерческая организация, которая, ну, там, собирает какую-то информацию полезную, но не публикует данные до сих пор, вы можете посмотреть сюда, сделать какие-то выводы для себя и понять, каким образом вы можете это делать, используя одну или несколько рекомендаций. Собственно, для этого они не созданы. Давайте тогда перейдем сейчас к рекомендациям. Я скопирую в это окно и буду сейчас показывать свой экран. Главное, чтобы просто у меня не отвалилась трансляция. Так, давайте я тогда сейчас демонстрацию экрана включу. Я включу демонстрацию экрана, но отключу видео, потому что слишком будет нагружено. Так, окей, работает. Ну что, давайте теперь перейдем, а я посмотрю в Фейсбуке, как это выглядит. Надеюсь, что работает. Сейчас, секунду. Да. Отлично. И так, значит, смотрите. Все достаточно просто. Вот так это выглядит. Есть такой вот документ, он онлайн. Тут есть меню. Вот меню – это все разделы, которые я говорил, да. То есть их тут 11-12, плюс три дополнительных. Вы можете навигацию там использовать как в книге, это гиперссылки, вы можете перейти в какой-то конкретный раздел, либо просто листать, прокручивая вниз. Также вы можете перейти непосредственно вверх к списку к оглавлению. Давайте вернемся к самому началу. Во-первых, еще раз хочу сделать акцент на том, что вы должны использовать последнюю версию. То есть вот эту версию, когда мы к ней переходим, она меняется на активную дату 31 января 2017 года, совсем свежая штука. Теперь, как я уже говорил, давайте переведем просто этот документ на русский язык, скопируя ссылку, я покажу, как там работает, чтобы частично было на русском языке и было понятно вообще, как бы, о чем речь. То есть вот так я вставляю ссылку, нажимаю на ссылку, и она открывается у меня в переводчике, и уже как бы есть перевод. Листая вниз, мы, собственно, листаем как электронную книгу. Тут сначала абстракт, для чего это нужно, как это работает, кто писал документы и так далее. Вот это все вкратце я вам рассказал. А введение тут рассказывается о том, что надо создавать действительно какие-то стандарты, по которым эти данные будут публиковаться вообще все, и тогда будет намного эффективнее использование данных, и в том числе публикация. Вот это мы листаем. Листаем дальше, для кого это предназначен документ. Во-первых, это широкий круг людей, кто работает с данными, организация, которая создает данные, публикует их. Так, в принципе, пользователи интересуются, где данные брать, как их использовать или в будущем как их публиковать. Сфера применения, она действительно тоже описана. В частности, это... То есть вы хотите, например, публиковать свои данные на каком-то веб-сайте или поощрять использование, историчное и повторное использование данных ваших. Вот. И данные могут быть проверены с помощью машин, людей и комбинаций с двух. Вот этот пункт тоже очень важен. То есть, когда вы публикуете какие-то данные, важно, чтобы стоял некий источник и была ссылка для того, чтобы можно было связаться с теми, кто разместил эти данные, потому что их надо иметь возможность проверять, чтобы это была действительно правильная информация. контекст, в общем, техническая информация, которая там, в общем, будет полезна, если вы будете вчитываться более подробно. Здесь каждая лучшая практика представлена в виде некого шаблона. Вот это выглядит вот так, на желтом фоне. То есть, так как это перевод, я вот когда навожу на какой-то текст, у меня сразу появляется как бы оригинал. Вы можете сопоставить и посмотреть, насколько правильно переведено. То есть, каждая практика представляет собой некую карточку, по которой есть некоторые такие моменты. То есть, зачем вообще это делать, какой результат с помощью этой практики можно получить, какой возможный подход к реализации и какие выгоды у этого способа. Вот я говорил о том, что туда существует восемь. Вот они здесь. Значит, следующий раздел как раз включает все эти 35 практик, которые я показывал. То есть, они, опять же, загиперссылки. Вы можете найти там любую из них, перейти по ссылке, нажав на саму практику. Вот. И дальше давайте мы просто рассмотрим какой-то один пример, как это выглядит, да. Например, мы сейчас говорим про первый, да. Это вот представление метод данных. Значит, когда мы переходим сюда, 8.1, есть некий пример. Например, как эта девушка работает в агентстве транспорта MyCity. Мы, кстати, об этом сервисе писали. Это что-то, какой-то некий аналог Яндекс.Транспорта или Яндекса просто, который как бы курирует взаимодействие технологическую составляющую транспорта наземного. Вот. И она, собственно, отвечает за публикацию данных об общественном транспорте, да. Девушка хочет публиковать эти данные для различных типов потребителей данных, таких как разработчиков и других заинтересованных пользователей, да, для создания своих собственных приложений. И важно, что как люди, так и программы могли бы понять, обработать эти данные. Вот есть некая ситуация, которая описана, да, и здесь дальше описывается, что это такое, какие данные. И есть такая вот карточка. Смотрите, значит, первое, да, это предоставление мета-данных. Значит, тут написано, зачем это делается. То есть, когда вы предоставляете мета-данные, то есть данные в таком более расширенном формате, и публикуете их в интернете, они, то есть издатели данных и люди, которые эти данные используют, они могут быть неизвестны друг другу. Поэтому необходимо предоставлять информацию, который помогает пользователям и компьютерам понять данные, а также другие аспекты, которые связаны с этими данными. Я просто читаю сейчас, это вот прям непосредственный перевод, да, он, конечно, как бы некачественный, но тем не менее, не смысл можно понять. Вот. И тут описаны, значит, ожидаемые результаты, что люди смогут понять эти мета-данные, и компьютерные приложения тоже могут понять. И смогут обрабатывать эти данные. То есть, и тут все сводится к тому, что возможные подходы к реализации – это предоставлять данные в машиночитаемом формате. Черепахи – это, кстати, конечно, это просто формат такой есть. Turtle. Вот. Или JSON файлов. Это JSON файлы и так далее. Если вы работаете с данными, или там какие-то с картами работали, вы, наверное, как бы представляете. И, собственно, эти данные, они могут публиковаться как в смысле просто на HTML-странице, так и просто в каком-то файле. То есть, они могут быть по-разному. И здесь очень здорово написано, что вот есть пример, да, например, человек читаемый, то есть машина читаемый формат, и там человека читаемый. Давайте перейдем просто вот по ссылке, и вы вот увидите, как это выглядит. Пример. То есть, например, вот автобус на остановке в MyCity, да, а тут есть описание, что это такое, где это, как вообще, откуда это все взялось, да. То есть, человек, который просто вот хочет, например, создать приложение на основе этих данных, он помимо самих данных может найти много другой информации. Во-первых, кто издатель, когда была опубликована эта информация, эти данные, да, чтобы в случае чего можно было обратиться к этим людям. Форматы в виде данных и времени, и многое другое. Вот, то есть, вот это имеется в виду первая рекомендация, да, когда вы публикуете информацию и даете больше, как бы, мета-данная. И также есть, например, для машин читаемого формата, перейдем сюда, сейчас, секунду. Вот, для машин читаемого формата прямая ссылка на данные выглядит вот таким образом. И если вы работаете с данными, опять же, вы знаете, как подключать их и так далее. То есть, здесь много возможностей, например, вот много лучших практик говорит о том, как использовать API, да, когда вы, собственно, подключаете чужие данные напрямую. То есть, не копируя их себе, да, а как бы выстраивая некий канал взаимодействия вашей программы и тех данных, которые вы используете. Вот. И переходим обратно. То есть, и говоря таким образом, да, вот вам показан пример по тому, как проверить. Так как, например, мы в первом, в первой рекомендации говорим о том, что нам надо использовать мета-данная, они должны быть понятными, может, на читаемом формате, и также человеку, то вы можете проверить, эти данные вообще понятны человеку или нет. Вы можете показать, например, ссылку вот такую, как эта, и сказать, вы вообще, вот, например, там, не знаю, своему коллеге или другу, и сказать, вот, посмотрите, пожалуйста, сюда и скажите вообще понятно, о чем эти данные, да, что там с ними можно сделать и как я могу их использовать. То есть, вот это описание, краткое описание, да, оно будет давать полное представление того, что эти данные позволяют сделать, откуда они взяты, с кем можно связаться. И далее есть доказательства. Это определенный, давайте перейдем просто в какой-нибудь из разделов, он такой более сложный, но это уже непосредственно ссылки на то, как это используется и подтверждение того, что это действительно работает, эффективность повышается и так далее. Какие компании используют. Тут много различных ссылок на статьи. Вы можете это также посмотреть. И самое главное, это те выгоды, преимущества, да, которые есть у способа, как я уже говорил, вот видите, то есть это преимущество, которое позволяет лучше понять, лучше адаптировать данные к повторному использованию, для того, чтобы найти, например, эти данные, да, и чтобы автоматически их обработать с помощью API, допустим. Вот. И таким образом, если вы видите, вот это вот пособие представляет набор 35 практик, и они вот так последовательно с примерами, с примерами, самое главное, с примерами, показывают вам, как использовать те или иные практики. То есть если вы более продвинутый пользователь, например, да, и, знаете, там, немножко программирования, да, и работаете с данными, вы можете посмотреть, как датасеты подключаются, например. Вот здесь есть прям хорошие примеры, и последовательно вы можете видеть, как эти практики можно внедрять в своей работе. Например, вы можете сначала все их просмотреть, их действительно тут очень много, да, они разбиты на блоки, если мы сейчас посмотрим в уголовление, то есть блоки. провинанс данных, да, данных, идентификаторы данных, форматы данных, мета данных и так далее. То есть, во-первых, вы можете обратить внимание на какие-то разделы, которые вам более интересны, потом уже перейти к непосредственным самим, либо просмотреть просто их все. Если, например, непонятно по названию, да, или по описанию, вы можете просто обращать внимание на преимущества, которые дает вам каждый из практик, либо смотреть на примеры. Примеры, они очень прям говорящие, да, и там, тем более, если вы более продвинутый пользователь, вы как бы сможете больше понять. Опять же, для тех, кто, например, не является прямым специалистом открытых данных, да, например, как я, для меня важны это выгоды, это преимущество, которое дает способ, на них я могу обращать внимание. Вот. Это самое, мне кажется, главное для тех, кто хочет начать размещать те данные, которые потом можно будет использовать повторно. Так вот, давайте я сейчас пролистаю тут вот, или даже не пролистаю, я просто перейду к одиннадцатому разделу. Best practice преимущества, да. И вот здесь этот раздел описывает вот эти преимущества немножко с другой стороны. Во-первых, да, он говорит о каждом, что это значит, я уже там писал, патри-патри-патри-патри. Продолжение следует... Как это работает? Это нарисунки ниже показанных преимуществ, которые издатели данных будут набирать с принятием лучшей практики, да? То есть этих восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот эти преимущества, и можно посмотреть, какие практики состоят в среднем преимущества. Это тоже, как я уже говорил тогда, это обратная сторона медали, то есть вы можете по преимуществу. Например, вы хотите, чтобы ваши данные лучше находили. Вы можете пройти вот в этот раздел и посмотреть те практики, которые рекомендуются, например, да? И взять, допустим, там, использование веб-стандартного API, да? А если вы создаете 5 данных, вы можете... Я вот сейчас открываю, как это будет выглядеть. И все, просто посмотреть, как это делается. Есть примеры. И разобраться. То есть тут тоже, вот, как бы, хороший способ посмотреть это с помощью обратной ситуации. И есть также лучшие практики и примеры использования. Это уже все-таки для более продвинутых пользователей, потому что, ну, как бы, нужно понимать... На глубоком уровне, но здесь это здорово, что приведено. И сейчас я долистаю до конца. Листаю, листаю, листаю. Благодарности, так-так-так, ссылки. И вот здесь, кстати, в ссылках тоже много чего интересного есть. Если вы хотите более углубиться в понимании открытых данных, на каких правах они, например, распространяются и так далее. Здесь есть прям очень качественный сборник ссылок. Это, в принципе, условно говоря, такая... Это научный труд с практической стороной применения. Так, окей. Давайте я вернусь теперь тогда в чат. Я вижу в чате, что писали, что у кого-то что-то пропадает. Давайте сейчас тогда осталось несколько минут, чтобы ответить на какие-то вопросы ваши. Надеюсь, немножко вам стало более понятно. Рекомендую вам посмотреть этот документ хотя бы в переводе на русский язык. Ура! Мария говорит, ура, я слышу, здорово. Вот. И да, рекомендую вам посмотреть этот документ хотя бы на русском языке. И если вы знаете людей, кто хочет поучаствовать в переводе, вы можете, опять же, связаться с контактами в... Ну да, давайте называть 3WC. Вот. И, возможно, кто-то из вас станет, например, там, человеком, который сделает доброе дело и переведет это более качественно на русский язык. Какие-то вопросы, вопросы, вопросы? Есть ли вопросы? Пока есть время, чтобы я на них ответил. Пока нет вопросов, я... Да, в чате спрашивают, будет ли запись трансляции. Да, запись, конечно же, будет. Я хочу сказать, что в марте проводится Международный день открытых данных. Он будет проводиться в России в нескольких городах, в том числе, естественно, в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве вы можете также прийти, инфокультура устраивает мероприятие, а в Петербурге теплица с Виталием Власовым мы организуем Махакатон, на котором также будет мастерская для некоммерческих организаций, для которых мы проведем мастер-классы и научим их как раз собирать, публиковать, анализировать данные. И, возможно, уже на этом мероприятии мы попробуем использовать эти практики, о которых я сегодня рассказывал, или хотя бы дадим эту информацию, чтобы в будущем люди, которые занимаются открытыми данными, смогли ее также использовать и посмотреть. А помимо этого мастерского, это будет непосредственно такой полноценный хакатон по открытым и большим данным. Информация будет буквально в ближайшее время. Что касаемо именно Петербурга, в Москве тоже, наверное, в ближайшее время. Это будет 4-5 марта, совсем скоро. Так что я советую следить за анонсами на нашем сайте. И если какие-то вопросы сейчас есть, давайте задавайте. Если нет, то вы можете написать их мне или просто опубликовать их в мероприятии в Фейсбуке в вебинаре. Я думаю, что тоже будет удобно. Если вы хотите скачать презентацию, вы можете это сделать сейчас. Во вкладке документа вам должна быть доступна презентация, она в PDF, там ссылки кликабельные. Итак, есть ли какие-то еще вопросы? Вопросы, вопросы, вопросы. Как я понимаю, вопросов нет. Хорошо. Тогда да, вам спасибо и буду рад видеть вас на следующих вебинарах. Опять же, надеюсь, что эта серьезная такая тяжелая тема вам стала немного ближе. Вы хотя бы поняли вообще, для чего все это надо, как с чего начать копать, разбираться и вообще для чего это все. Вот. Поэтому пишите, буду рад, если будете задавать какие-то вопросы. Поэтому, да. Как скачать презентацию, Михаил спрашивает. У вас сверху должна быть вкладка мероприятия, не мероприятия, а вкладка документы. Она, если у вас есть, то вкладка не в браузере, а в этом окне, где мы сейчас находимся, да, и там вы можете скачать презентацию на формате PDF. Получается так сделать? Вот. Если, по идее, должно получиться, потому что я поставил разрешение на скачивание. Окей, тогда говорю вам еще раз спасибо, и тогда хорошего дня. Ну и пару слайдов. Давайте я пока покажу. Еще есть, естественно, так как мы записываем наш контент, мы проводим мероприятия, очень рекомендую вас, вам подписаться на наш канал на YouTube. Потому что действительно много полезных вещей. Я хочу выделить два плейлиста. В первую очередь это плейлист записи вебинаров, потому что их уже накопилось достаточно много, почти 60. И второй момент – это плейлист, вот, плейлист видеоуроков в Теплице. Их уже более 120. Это такие небольшие видео, где вы можете за 3, 5, 8 минут узнать какие-то полезные вещи для себя, как экспонсервисы, и просто применить их как в своей деятельности, как на работе, так и просто для личных целей. Поэтому очень рекомендую подписаться. Да, и говорю еще раз спасибо тогда, да, и всем хорошего дня.